Приветствую вас! Смотрите, какой важный момент я хотел бы вам пояснить. Во-первых, ваша достаточно серьезная ошибка в том, что вы пытаетесь в игру угодить, вообще кому-либо пытаетесь в игру угодить, потому что ничего хорошего. Из этого, как правило, не получается. Когда пытаешься кому-то угождать, да, то ситуация складывается, как правило, в том числе наоборот. Человек чувствует, что ему угождается, считает, что перед ним принижается и начинает, в общем, свести себя еще хуже. Вот. Поэтому это вопрос, скорее, больше к вам. Почему вы пытаетесь угождать? Вот. И с чем это связано? Что вы пытаетесь угождать, да? Это связано ли это, например, с вашей самотинкой ниткой или со страхами чего-то. Или, может быть, еще здесь есть какие-то нюансы. Вот. Какие-то моменты. Но, тем не менее. Я увижу это, и вы, скорее всего, со мной не согласитесь, но я увижу это тем, что вы беременны на пятом месяце. Беременны находитесь вы, и... И... Насчет. Шесть месяцев вы... Находитесь в брак. То есть, у вас очень... Ну, достаточно быстро... Развивают... Достаточно быстро у вас развиваются отношения. Вот. С вашим мужем. И, соответственно, это говорит о том, что... На себя вы ориентированы. На себя вы ориентированы. В достаточной степени мало. Вот. Именно на себя. То есть, именно вот в плане... Ну, именно в плане... Личной реализации, да? И... Соответственно, это... Проблема. Потому что... Это делает вас зависимы от... Окружающих людей, в том числе от... Освекрови. 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 Вашей. И... Соответственно, это принадлежит вашу ценность. Да? Обесценивать вас. В ваших глазах, скорее всего, и в глазах освекрови. Вот. Поэтому, в целом, это такое следствие вашей некой глобальной стратегии жизненной. Которой вы придерживаетесь. Которую вы реализовываете. И... Которая, собственно, и определяет... Ваш текущий блажень. И... Ситуация... Здесь может измениться. Только если вы... Поработаетесь с личными границами. Разрешите себе... В себе внутренние конфликты и противоречия. Что... Порождает обиды и боль от того, что... Свекровь ведет себя подобным образом. Вот. И... Собственно, рассмотрите возможность начать себя реализовывать. Чтобы не... Ограничивать... Эм... Свою... Ну... По факту... значит, психологическую реальность, да, чтобы не ограничивать свою психологическую реальность, вот, собственно, тем только, что касается семьи и тем, что касается взаимоотношений между вами и вашим мужем, но чтобы еще и всячески расширять данный аспект, всячески расширять данную историю, тогда вам будет, соответственно, проще. Грубо говоря, у вас нет никаких способов сейчас, ни психологических, не физических, для того, чтобы подчеркивать, поддерживать вашу цену, а по своему поведению вы зависите от других, вот. Вот, в принципе, то, что я могу вам сказать. Дальше. Немножко подробнее, если позволите, я скажу про обиды и про слезы, в начале, и про то, что вы делаете все по дому. Во-первых, у вас завышенные требования к себе, отсюда, вероятно, чувство вины и склонность угождать. Здесь я бы рекомендовал почитать про созависимость. Просто вот, наберите в поисковике созависимость и почитайте. Перфекционизм, стремление сделать все хорошо, ну, это как частность, как локальное проявление завышенных требований к себе, неадекватных, явно требований к себе самой. Обида, как результат определенных ожиданий. То, что вы делаете, делаете для семьи, первая, вторая, третья, там и так далее, все это вы делаете для чего? Ради получения обратной связи, не потому, что вам этого хочется или вам легко, а для одобрения. Иначе я пытаюсь, потому вам обидно, что вам не ценно. Но здесь вы ставите свою деятельность, свою активность зависимо от обратной связи других людей, которой может и не быть. Соответственно, вы не чувствуете себя, вы не чувствуете свою активность, вы не совсем осознанно действуете. Понимаете? Ориентироваться в своей активности и в объеме своей активности нужно не на других людей, а на себя. Я делаю только то, что мне хочется, только то, что не порождает ожиданий от других людей. На этом и нужно учиться. Дальше. Обиды составляют еще и то, что вам высказывают нечто, чем в глубине души вы согласны. Какие-то вещи, которые вы себе не принимаете, но пытаетесь закрыть на это глаза. Крайне крепотливый труд бесконечный, если с этим ничего не делать. То есть вот, посмотреть на то, чем в глубине души вы согласны. С обидчиком, что вы в себе не принимаете, принять это, выработать соответствующие отношения и изменить свою позицию как по отношению к себе, так и по отношению к другим, это ваша тоже очень важная задача. Грубо говоря, у обидчика есть возможность вас обидеть только потому, что он бьет ваше уязвимое место, оно уязвимое место создается лично вами. Поэтому нужно смотреть, как оно образовывается именно вашими усилиями, именно в вашей психологической реальности, в вашей психологической реальности. Это очень важно понять. Ну вот, для вас. Вот такой ответ я могу вам дать. Ну и научиться навыкам бесконфликтного общения тоже не помешает. Это уже такая вторичная задача. На этом все. Я надеюсь помог вам. Я желаю вам всего самого доброго. Удачи. Наконец, хочу, вот в конце, да, хочу просто повторить важные моменты своего ответа. Вот вы пишите, значит, внутри все горит больно, плачу ночами, значит, вот с обстановлениями. Для боли нужно поисследовать. То есть нужно посмотреть, что именно вы чувствуете, от чего там больно, как образовывается, появляется боль, болезнь, болезнь, что-то. Вот. И обиду. Из чего стоит обид? Обиду это вот то, что вы принесли, к сожалению, из своей семьи. Обиду это такое рукотное, манипулятивное чувство, которое, ну, в общем-то, не искренне формирует общение между людьми. Вот. Вам от этого тоже нужно подходить. Я вам желаю всего самого доброго и удачи. Спасибо. Продолжение следует...